Сегодня Акимобласти Ербол Карашуки встретился с предпринимателями региона. На совещании в областной палате предпринимателей Атамикен были подняты проблемные вопросы отрасли, рассмотрены пути их решения. На сегодня в целях развития предпринимательства налажены тесные связи между Акиматом области, региональной палатой предпринимательства и бизнес-сообществом. Со стороны местных исполнительных органов очень важно оказывать сопровождение бизнесу, а со стороны предпринимателей – социальную ответственность. Представителям бизнес-сообщества на постоянной основе оказывается помощь в решении актуальных вопросов. Также предусмотрена поддержка реализации новых проектов. Развитие предпринимательства на сегодняшний день стало одним из приоритетных направлений. На всех уровнях это хорошо понимают. Государство со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку в сфере предпринимательства. Нужно вести соответствующую пропаганду среди инвесторов и представителей бизнес-структур, чтобы они знали об этом. У нас достаточно инструментов поддержки предпринимательства как на областном, так и на республиканском уровне. Важно поддерживать отечественный бизнес и защищать права предпринимателей. Этот процесс находится на контроле главы государства Касымжомар Токаева. К примеру, на сегодняшний день количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составляет более 100 тысяч. Это на 36,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На этих предприятиях трудоустроено более 157 тысяч человек. «Есть направления, по которым не в полной мере может обеспечиваться внутренний рынок страны и региона. В частности, нужно построить птицефабрику. Наши проекты должны быть эффективными. Первостепенной целью является активизация, подготовка проектов и их скорейший запуск для удовлетворения спроса на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке. Это в том числе относится к отрасли животноводства. В этом году выделено 100 миллиардов. В следующем будет выделено еще 100 миллиардов. Жамбулской области также будут выделены соответствующие средства. Поэтому сейчас рассматриваются проекты, чтобы в дальнейшем отправить их в высшестоящие органы. Поступают вопросы, связанные с выделением земель. Это связано с рациональным использованием земельных участков. В последнее время говорится о понятии «общественные пастбища». У жителей сельской местности есть скот, но его негде пасти. Куда им идти? Этот вопрос рассматривается на законодательном уровне. Если эффективно использовать имеющиеся ресурсы, будет и должен результат. В рамках национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы по всем инструментам финансовой поддержки реализуется более 10 тысяч проектов на сумму 260 миллиардов тенге. Ильдар Гизатолин, Ринальд Архматуллин, Трекобл Саржанов, Айкон Ахпарат.